Пик сезона на российско-абхазской границе. 50 тысяч человек в день. Сувениры из страны души стали предметом таможенных протоколов. Зарплата на предприятиях в Сочи должна быть не ниже средней по отрасли. Такое ЦУ дал сегодня глава города. Подготовка школ и детсадов практически завершена, но замечания все же есть. Об этом заявил мэр города по итогам инспекционного объезда. Новую школьную форму в подарок получили 1200 юных сочинцев. Традиционный подарок им сделала Лига женщин. Сыры по французской технологии начнут производить в Каневском районе. Запустить цех по выпуску Бри и Камамбера планируют к сентябрю. Об этом Вениамину Кондратьеву рассказала директор предприятия Наталья Боева. В сутки там будут готовить около тонны элитных сыров. Всего же фирма сегодня уже перерабатывает до 200 тонн молока в день. Европейцы говорят, что у нас качество молока негодное, мы ничего не можем сделать. Мы все это делаем с нашего кубанского качественного молока. Калория – тот производитель, продукты которого качественные, настоящие, натуральные. Сегодня основная наша задача – сделать так, чтобы жители края получили возможность без слишком высокой наценки от вашей себестоимости, возможность приобретать продукты фирмы Калория. Вот над этим надо нам все вместе еще работать. В Каневском районе Вениамин Кондратьев также посетил производство газовых плит и сахарный завод. Продолжился рабочий день главы региона встречи с местными жителями. А на российско-абхазской границе – пик сезона. Ее пересекает ежедневно 50 тысяч человек и до 8 тысяч транспортных средств. Это существенная нагрузка на контролирующие службы. При этом не обходится без правонарушений. Что курортники делают не так, расскажет Елена Всецына. Абхазия как никогда в этом году пользуется популярностью. Поток туристов вырос в несколько раз. Едут туда как на своих машинах, так и на экскурсионных автобусах. Утром выезжает из России 200 автобусов, столько же возвращается обратно. Досмотр самый тщательный. Если у вас товары подлежащие, то можно декларировать. Одни едут на длительный отдых, другие только на дневную экскурсию. Но в любом случае, те и другие могут ознакомиться либо заранее, либо здесь же на месте с правилами пересечения государственной границы и со списком товара, который можно или нельзя провозить и что подлежит декларированию. Некоторых знают как дважды два, потому что пересекают границу несколько раз в месяц. Здесь живет дочь, мне исполнилось 50 лет. И везу подарки. Но чаще подарки для родственников везут из Абхазии те, кто едет на экскурсии группой и одиночные туристы. О том, что нельзя ввозить, а что можно и в каких количествах знают немногие. Ну пока не знаем, как бы что хотелось прийти, посмотрим. Нельзя, наверное, наверное, что мы считаем, что домашний виновок нельзя провозить, по-моему, кажется, в большом количестве. А именно в большом количестве и стремятся взять с собой в России абхазское вино. Но провести через границу можно только 3 литра вина и 10 пачек сигарет. Все, что свыше, облагается пошлиной. 10 евро, например, за 1 литр алкоголя. На сегодняшний день 196 нарушений таможенного законодательства связано именно с правилами перемещения алкоголя и табачной продукции через границу. Ну то есть физические лица ввозят, пытаются ввести с нарушением законодательства со стороны Абхазии алкоголя свыше 3 литров на человека, достигшего 18-летнего возраста, и свыше одного блока сигарет. С начала курортного сезона через российско-абхазскую границу прошло более 2 миллионов человек и 440 тысяч транспортных средств. Естественно, на территории автомобильного пункта пропуска Адлер все сделано для того, чтобы курортники не тратили много времени на досмотр. Но вот подчас незнание гражданами таможенного законодательства приводит даже к оформлению административных протоколов. Гелена Всецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ. Заработная плата на предприятиях в Сочи должна быть не ниже средней по отрасли, а с каждым сотрудником необходимо заключать трудовой договор. Эту аксиому сегодня на встречу с работодателями в очередной раз озвучил глава города Анатолий Пахомов. Власти курорта продолжают усиленную работу по выявлению предпринимателей, трудящихся в сфере неформальной занятости. Мэр подчеркивает, предупреждать бизнесменов или учить работе по закону, та же трудинспекция уже не будет. Выявленного нарушителя трудового законодательства тут же привлекут к административной либо уголовной ответственности. Неформальная занятость сегодня, убежден мэр, влечет за собой необеспеченную старость завтра. Потому что у нас 41 тысяча пенсионеров, которые получают пенсию от 6 до 10 тысяч рублей, то есть ниже прожиточного минимума. И 41 тысяча пенсионеров города Сочи нищих – это вина таких, как вы. Вы, тот, кому дается все полегче, должны о них думать, а вы не думаете. Сегодня по решению главы города, пожилым сочинцам, получающим пенсию ниже прожиточного минимума, муниципалитет оказывает материальную помощь. Для этого из городского бюджета выделен 41 миллион рублей. За неделю по 125 предприятий проверяем? И нет, и везде. Как только проверка, значит, обязательно 70% выявляются тех, кто не оформлен. Начинается вранье там, мы не успели оформить. Подумайте, что вы творите. Торговля, общепит, санаторно-курортная, строительная отрасль. В случае выявления неформальной занятости, выдачи зарплаты в конвертах в этих сферах нередки. Не отстают от привычных нарушителей и транспортники. Особое внимание контролеры сейчас уделят работе таксистов. У нас есть понятие среднее по отрасли. И я требовал, требовал и буду требовать, чтобы вы заключили со всеми перевозчиками, чтобы они установили договорное отношение, что ниже средней по отрасли не должны выплачивать. Волнует властей курорта и тот факт, что горе-руководители, не оформляя, берут на работу даже подозрительных граждан. А это уже вопрос безопасности, отмечает мэр. Все дело в том, что работников, получающих серую зарплату, нет в поле зрения правоохранительных органов. В рамках рейдов среди теневых сотрудников были выявлены граждане, находящиеся под следствием. Из-за такой халатности одним штрафом в размере 120 тысяч рублей за неоформленного сотрудника работодатель не отделается. Что же касается проверок, то они кратно усилятся. На курорт прибудут федеральные инспекторы, к работе которых уже подключатся и сотрудники городской прокуратуры. Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи продолжают выявлять незаконные сбросы канализационных вод. На этот раз комиссия выехала на проверку гаражно-строительного кооператива номер 27 на улице Альпийской. 500 гаражей, предназначенных для хранения машин, в 90-е годы превратились в жилые многоэтажки. Проверяющие выясняли, соблюдают ли там требования природоохранного законодательства. Двери плотно закрыты на замок. Жители гаражного кооператива не выходят на разговор, напуганные нежданными гостями. Представители городской администрации, Роспотребнадзора и водоканала ищут тех, кто нарушает и игнорирует требования по подключению к центральной канализации. Председатель гаражно-строительного кооператива номер 27 утверждает, на его территории нарушений нет, о нарушителях не слышал. Жилого фонда в кооперативе нет и производственной базы тоже нет. Гаражный кооператив номер 27 на улице Альпийской создан в конце 70-х годов прошлого века. Всего здесь 500 объектов. Место для хранения автомобилей со временем приобрело новое назначение. Со слов старожилов, в 90-х над гаражами начали появляться пристройки в один, два, а то и все четыре этажа. Оконные занавески, белье на веревках, кондиционеры – все это свидетельствует о том, что здесь живут люди. И все условия для комфортной жизни созданы. И воду, и канализационный сток, и даже газ к гаражам уже подвели. Отвод, вот, ливневка. Вы знаете, что это такое? Вот ливневка, она существует здесь, есть она такая. Увести воду вон, в речку вниз, больше ничего. Это превращается в жилой фонд, что ли, что это такое? Я вот не знаю, что это такое. Зачем они нам нужны? Это место для хранения автомобиля, и больше ничего здесь не должно быть. Недовольные такой трансформацией гаражного кооператива показывают канализационный сток. В дренажный колодец, рассчитанный на воду из рукомойника, подведены сразу несколько труб большого диаметра. Сточные воды при таком раскладе приобретают совсем иное значение. То, что должно попадать исключительно в центральную канализацию, течет прямо к морю. Нарушения тут же фиксируют и принимают меры. Воду перекрывают, трубы требуют демонтировать. Работа масштабная проходит по всей территории города. На сегодняшний день из более чем 12 тысяч объектов недвижимости, выявленных в 2015 году, осталось порядка 900 объектов, которые производят этот сброс. Это по всему городу. Что касается центрального района, на сегодняшний день осталось порядка 280 объектов недвижимости, которые до сих пор, ну скажем так, нарушают. До тех пор, пока владельцами такой недвижимости не будут соблюдены все технические требования, вода не появится. Тем временем проверки со стороны специальной комиссии продолжатся. Ежедневные рейды уже приносят результаты. Нарушителей становится все меньше, а город чище. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Подготовка школ и детских садов к первому сентября в Сочи практически полностью завершена, но замечания все же есть. Об этом заявил мэр города по итогам инспекционного объезда учебных заведений. Всем отстающим отвели неделю на то, чтобы получить так называемые паспорта готовности. А вот что для этого нужно, узнаем из нашего следующего сюжета. Это уже стало в случае традиции. К первому сентября обновлять школьные классы и группы в детских садах. На эти цели идут не только бюджетные деньги, помогают и бизнесмены города, и родители. В этом году сумма свыше 70 миллионов рублей. Из них почти 20 миллионов по партийному проекту сочинских единороссов. Шефы мы понимаем уже сейчас, что больше 20 миллионов вложили в наши образовательные организации. Это социальные наши партнеры, которые неравнодушны к детям, к отрасли образования, понимают, что это наше будущее, и именно в эти вещи надо вкладывать деньги. На эти средства, к примеру, в детском саду номер 79 сделали ремонт в трех группах. Краевые деньги направили на создание экспериментальной лаборатории, обустройство спортзала и классов робототехники. Но яркие краски внутри меркнут на фуни обшарпанных стен фасада зданий и старого забора, подчеркнул мэр. Перед шефскими организациями стоит теперь новая задача. Давайте поменяем. Поменяйте, уж вы начали делать, до конца дойдете, хорошо? Когда мне приехать посмотреть законченный забор? Давайте, к первому сентября успеете? Успеем, да? Давайте мы. А это уже детский сад номер 35 в микрорайоне Кассеем. Первое, что решил проверить глава города – работоспособность системы безопасности. Тревожная кнопка нажата. Ну все, сработало. Ну посмотрим, сработало. Так, засекаем время. Пошли? Пойдемте, да. Чтобы не тратить время в ожидании, оперативная бригада приехать должна не более чем через 10 минут, комиссия решила осмотреть ход ремонта помещений детского сада. Шефы здесь решили привести в порядок прачечную, ввести в эксплуатацию помещения, которые раньше не использовались, и расширить кухню. Как итог, на одну группу теперь здесь станет больше. Оборудование будет закуплено из муниципальных денег. Сколько здесь зарплату платят? Нормально. Ну нормально сколько? 10 тысяч, Анатолий Николаевич. Ну а что так мало? И такая ситуация, как оказалось во всех детских садах курорта. Глава города принял решение увеличить зарплату поварам и младшим воспитателям. Да, здравствуйте. Это была тестовая, здравствуйте. Ну 14 минут. Издалека ехали раз. На всех цветах урок приходилось осумавливаться. Я протестирую, поэтому что по каждому объекту. Да, все, спасибо вам большое. До конца месяца внезапная проверка на безопасность пройдет абсолютно во всех образовательных учреждениях курорта. Также мэр потребовал наладить правильную работу систем видеонаблюдения. К примеру, в школе номер 20 микрорайонной КСМ охранник со своего рабочего места мог видеть только то, что происходит в коридорах, а вот за улицей почему-то должен был следить секретарь. По мнению Анатолия Пахомова, из-за этого при чрезвычайной ситуации будет потеряно драгоценное время. Директор согласился с доводами и пообещал до субботы на посту охраны установить все мониторы. В этом году так называемые паспорта готовности к 1 сентября на курорте получат 68 школ, а в день знания за парты сядет более 55 тысяч юных сочинцев. Гелена Всецина, телекомпания ФКТ. 1200 комплектов школьной формы бесплатно получат ученики сочинских школ к началу учебного года. Первые 800 наборов одежды сегодня уже вручили школьникам из трех районов города. Бесплатную форму они получили от общественной организации «Лига женщин. Мост добра». Возле парк-арены городского парка «Ривьера» сотни детей и их родителей. Около 800 человек пригласила сюда городская общественная организация «Лига женщин. Мост добра». Для гостей специальный показ шоу «Свадьба в Малиновках». Казачий колорит и казачью удаль артисты демонстрируют с помощью опасных экстремальных трюков с саблями, копьями и даже огнем. Собираться в преддверии учебного года большой кампании для «Лиги женщин. Мост добра» уже давно стала традицией. На этот раз повод более чем приятный – вручение школьной формы. Комплекты одежды дети из малообеспеченных многодетных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, получили абсолютно бесплатно. Кстати, деньги на школьную форму «Лига женщин» собрала на аукционе. Меценаты покупали произведения российских художников. Каждый понимал, приобретая картину, он делает. Доброе дело. Помогли и сочинские единороссы. «Мы вынуждены были провести еще дополнительный аукцион, где участвовали наши меценаты, доброжелатели, которые хотят всегда помочь и быть рядом. Здесь присутствуют детки 800 человек. А вообще в этом году вручается 1200 форм. Кстати, форму для детей сшили позаранее снятым индивидуальным меркам – того фасона, который разработан в каждой отдельной школе. Его дети демонстрировали, выходя получать комплекты одежды для своих одноклассников. Еще один подарок в виде материальной помощи сегодня получила Ирина Волощук. После смерти дочери на ней трое внуков. Недавно в дом снова постучалась беда. Старшая внучка попала в аварию. Трагическая история не могла не тронуть «Лигу женщин». У меня внучка попала в аварию. 18 лет. Лежит в коме. И вот сейчас они нам помогают. Уколы надо делать, которые расправляют руки и ноги. Хочу от всей души поблагодарить «Лигу женщин», которую возглавляет Елена Николаевна Пахомова. Это доброй души человек. Сегодня «Лига женщин» вручила 800 комплектов школьной формы. Еще 400. В самом конце августа получат школьники из Адлерского района. Такую акцию общественная организация проводит уже шестой год подряд. Кроме того, поддержку «Лиги женщин» получают творческие коллективы, городские больницы. Работа не останавливается ни на минуту. Как рассказала Елена Пахомова, организация уже сейчас занимается подарками для детей к Новому году. Инга Габейшая, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И продолжаем выпуск. Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи подали уже более ста стран. Девятый Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет на курорте осенью 2017 года. Парад участников состоится в Москве, а основное открытие фестиваля 15 октября в Ледовом дворце Большой. В неофициальном порядке уже подтвердили заявки к участию во Всемирном фестивале молодежи и студентов свыше ста стран мира. В том числе это Индия, Китай, Германия и Иран. Рассказал руководитель федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов. Сейчас прорабатываются детали фестиваля. Об этом сообщает РИА Новости. Более половины россиян так или иначе следят за Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Больше всего наших сограждан интересуют водные виды спорта. Это свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения. По данным социологов, за всеми или частью соревнований в рамках Олимпиады в Рио следят 56% россиян. При этом почти пятая часть респондентов, это 19%, заявили, что регулярно смотрят трансляции или читают о соревнованиях по всем видам спорта. Интерес к нынешним летним играм довольно высок. Однако, в сравнении с зимними играми в Сочи и даже в Ванкувере, нынешняя летняя Олимпиада оказывается менее популярна. Так, наибольший интерес у зрителей вызывают водные виды спорта. Около четверти опрошенных особенно интересуются спортивной и художественной гимнастикой, волейболом, в том числе пляжным. Четвертую строчку дерят фехтование и атлетика. Борьба получила среди зрителей 18% приверженцев. Футбол и бокс в два раза меньше, по 9%. Состязания между теннисистами интересуют 5% респондентов. Баскетбол, велоспорт, гандбол и стрельба привлекли по 4%. Хоккей на траве 3%. А вот греблей интересуется лишь 1% от числа участвовавших в опросе. Ну а следующая новость будет полезна тем, кому интереснее поразвлекаться, чем смотреть за спортивными баталиями. Количество аттракционов в Сочи парка достигло уже двух десятков. Теперь в тематическом парке 20 аттракционов, один из которых – колесо обозрения, установлено на территории перспективного развития парка. Наиболее многочисленные аттракционы семейного типа, их в парке 13. Четыре аттракциона предназначены только для детей, три уникальных экстремальных принимают взрослых смельчаков. Этим летом Сочи парк впервые в истории отечественных парков вошел в число лучших парков Европы, заняв в соответствующем рейтинге ТОП-25 18 место. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Ткани для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.